Эту задачу, задачу минимум, для того, чтобы получить заметное превосходство, которое поможет ей решить задачу минимума, то есть сравнять счет в сетах. У Довиденко Николай проиграл предыдущий гейм на подаче Карловича. Счет 3-2 впереди Ива Карлович и Довиденко подает 15-0. Кстати, в матче Довиденко и Ива Карлович Хорват и россияне встречались между собою трижды. И последний матч в Дохе, это был прошлый год, выиграл Довиденко 7-6-6-3. 2003 год тоже выиграл Довиденко 6-3-7-5, а в 1999 году в Германии Карлович впервые и Довиденко встретились между собой, и тогда Хорват выиграл 7-6-6-4. Так что 2-1 Николай ведет в личных встречах, и вот этот матч принципиальный, как и все предыдущие между ними. 0-15 на подаче Сан. Аут. Да, из выигрышной ситуации умудрилась проиграть этот розыгрыш очка Амелии Морисмо. И сейчас становится по 15. Видите, как тяжело Сан играет свою подачу. Значительно проще все складывалось для нее в сети предыдущем. Ну и тогда, видимо, вот это сопротивление китаянки было очень неожиданным для Амелии Морисмо. Неприятным, да, зная тонкую конструкцию ее психики, скажем так. Что не может не вызывать восхищения в предыдущих достижениях Амелии Морисмо, это ее способность мобилизоваться и сыграть свой лучший теннис в критические моменты. 15.30. Теннисисты из Китая продолжают подавать. Теннисисты из Китая продолжают подавать. Здорово. Спасибо. Ну, сама виновата. Конечно, вот этот драйв воле, который исполнил Амелии Морисмо, не лучшим образом. Не умеет. Сейчас... Видите, поставил какое трудное положение Морисмо. И очень неуверенно она сейчас действовала с середины корта. Слишком близко я играла к середине. По три у Карловича и Дэвиденко. Только что подачу на вылет выполнил Карлович. 207 километров в час был эйс. Никуда не годится. Неожиданно плохо. Слушайте, извините. 40-30. 215 километров в час. Еще один эйс Карловича. Ну, это великолепно. В лучших традициях. Ровно. Ошибка. Больше нападающий Сун. Да. Переусердствовала. Пожалуй, нужно было играть обратный кросс. Китайские-то инисистки, но решила она добить. По-женски, да. Очень по-женски. Нелогично. И ошибка-то большая. Смотрите, полтора метра в ауте. Ровно. Брейк-поинт. И вновь появляется шанс у Маресмо выиграть гейм на подачу соперницы. В этой партии каждый гейм на подачу китаянки проблемы у Сун возникают. И все-таки выигрывает гейм на подачу соперницы Маресмо. Счет становится 4-2. А вот и тренер. А вот и Лоис Картия на ваших экранах, наставник Амели Маресмо. Так что напрасны наши предположения о том, что они расстались и перестали сотрудничать. Все в порядке. 4-2. Вот необходимое превосходство Амели Маресмо в два гейма, которые достаточно для того, чтобы рассчитывать на успех в партии. В случае, если Маресмо будет успешно действовать, выполняя подачу, получено это преимущество. Сейчас будет подавать Маресмо и будет пытаться... Вот сейчас новые мечи. Да, это безусловное преимущество для Амели. Двойная ошибка. Двойная ошибка. Маресмо 0-15. Не ладится, пожалуй, в первую очередь. В голове у Маресмо сегодня. Какие-то у нее психологические проблемы. По пятнадцати. Помогает Сун. Может быть, лопнула струна. Этим объясняется столь большая ошибка при выполнении удара справа. Сейчас китайская теннисистка меняет ракетку Сун. Кстати, одинаковыми ракетками играют соперницы. Браво. Точна. Очень точна была сейчас Маресмо. Смотрите, как аккуратно, точненько положив мяч коротко и близко к боковой линии. Вот смотрите. Завершение этой атаки позволяет Маресмо увеличить свое преимущество в этом гейме. Счет становится 30-15. 40-15. У Давиденко по четыре. Карлович подает 30-0. Еще одна подача. Маресмо выигрывает гейм и уходит в отрыв. 5-2. 5-2.